Сегодня вечером с нами брат Крис Уайлд, который присоединился к нам из Мюнхена, брат Фил Брэдли, который присоединился к нам из Атланты, штат Джорджа, и брат Кен Уокер, который присоединился к нам из Кембриджа, штат Массачусетс. Добро пожаловать, братья! Очень приятно, что вы с нами. Да, замечательно. Спасибо за то, что вы здесь. Я сейчас передаю слово Тревору, и мы начинаем. На самом деле, мы хотели бы сказать, что это не какие-то ответы будут сегодня, или не какие-то методы. Это не всеобъемлющие ответы. Это просто отклики. И, наверное, можно говорить гораздо больше по этим вопросам. И первый вопрос, я думаю, что будет лучше сделать так. Но мы хотели бы, чтобы Крис объяснил нам немножко, как он был призван служить на радио с братом Ли, или создавать радиопрограмму. И когда он будет отвечать или откликаться, пусть он вставит свое свидетельство в это. А брат Кен и Фил были несколько десятилетий в студгородках, и они служили со студентами, и у них было очень много переживаний. А Крис общался со многими богословами, пасторами, лидерами, с исследовательским институтом богословским, с Хэнком Ханнографом и так далее. И у него большой опыт, и мы хотели бы послушать, что Крис усвоил в своих переживаниях, и из того, что брат Ли говорил ему, и также в связи с радиопрограммами. Ну, Тревор, каждый раз, когда я это делаю, когда я откликаюсь здесь или участвую в этом общении у Камина, ты как бы всегда меня вот так немножко врасплох застаешь. Но я был в США, и мы на 3-4 недели поехали, и мы на самом деле на 3-4 месяца задержались из-за ковида там. И я хотел бы сказать, как-то чудесно, что я вернулся. Мы просто, так сказать, дома здесь, и моя жена через неделю вернется сюда. И я должен сказать вам, что я чувствую, что я как дома. Замечательно вернуться. Кен, Филипп, Тревор, Натанил, так хорошо вернуться. Ну, Тревор, ты сказал, что мне нужно привести свое свидетельство в отношении своих ошибок. На самом деле, я отвечу просто. Я сделал все возможные ошибки, и много раз. Поэтому не разочаровывайтесь. Мы все сталкиваемся с этим. У нас есть это невероятное богатство, истинное. И оно передано нам. А мы ничего не сделали, чтобы заслужить этого. Оно было дано нам как наследие. И с этим богатством на нас ложится ответственность. Мы должны научиться, как передавать и представлять это богатство другим, таким образом, чтобы они были привлечены к Господу. И я вернусь к этому. Я хочу подчеркнуть, наш мотив, наши побуждения заключаются в том, чтобы привлечь их не в нашу церковь, не на наши собрания, не к нашим практикам, а к Господу. И Господь помещает членов в теле согласно тому, как Ему угодно. Он не дает нам в качестве задачи любую ответственность. Это вот водительство в отношении того, о чем ты попросил меня. Как я был призван к этой работе. В каком-то смысле. Я мог бы сказать, что это происходит обычным образом. Все верующие, все члены тела являются служащими. Таким должно быть наше сердце, наш взгляд и вся наша практика. Мы все здесь находимся как служащие. Мы спасены, чтобы служить Господу. Да? Мы спасены не для того, чтобы нам послужили. Работаем ли мы, или мы учимся. Мы должны отдавать все свое время Ему. Мы всегда служащие. Это вот основа всего. И первые примерно 25 лет, с тех пор, как я был спасен и был в церковной жизни, я служил. Но я работал, я учился, я воспитывал детей. Мы с женой, и в итоге наши дети, все мы участвовали в этом. У нас были домашние собрания. Это просто была наша жизнь. И пришло время, когда мы с женой много молились, и у нас было чувство, что Господь хочет, чтобы мы двигались вперед. И мы просто представили себя Ему в молитве. И мы не звонили братьям, мы звонили Господу, мы призывали Господа. И я не знал, чем это все закончится. Приехал на одну конференцию в Калифорнии. И в то время мы были на северо-западе. Там была наша семья. И в Калифорнии однажды мне позвонил Эндрю Ю. И он спросил, ты хотел бы немножко пообщаться с братом Бли? И раньше у меня было общение с братом Бли. И это было необычное общение. Я понимаю, что это не что-то обычное. И Эндрю, Мэтт Миллер, Миллер и я, мы поехали в дом брата Ли. Это 1996 год, ноябрь. Это до конференции в День Благодарения. А брат Ли ушел к Господу в июне 1997 года, то есть за полгода, за шесть месяцев до того, как Господь взял его. Он уже знал, что... В каком-то смысле я могу сказать это. Он знал, что он умирает от рака. И он знал, что у него осталось несколько месяцев. И я, конечно, этого не знал. Я не думаю, что Мэтт Миллер знал это. Наверное, Эндрю немножко знал об этом, потому что он часто говорил с ним об этом. И я хочу просто сказать вам, что брат Ли тогда был на последнем этапе своей жизни. И вот он вспоминает 70 лет своего служения и рассматривает всю работу, которую он совершил в нашем общении. И после этого времени общения следующие несколько месяцев произвели на меня глубокое впечатление. Потому что у него могло бы быть на сердце все, что угодно. И также в то время, когда мы встретились с ним, он работал над пятью одновременными конференциями и обучениями. И у него было пять разных видов планов и бумаг и комментариев на его столе. И каждая эта стопка бумаг представляла какую-то конференцию или обучение. Представляете, ему было 92 года. Он умирал от рака. А у него предстояли пять одновременных обучений и конференций. И Эндрю сказал, что он очень и очень занят. И его самочувствие не очень хорошее. Может быть, мы пообщаемся с ним только 15 или 20 минут. И я вообще был в восторге, что мы хотя бы какое-то время с ним проведем. И мы общались около трех часов. И в основном говорил он из своего сердца все то время. Если вы никогда не были в его кабинете, я думаю, что многие из вас были в его доме. Я надеюсь, что вы по-прежнему сможете увидеть это, потому что они там до сих пор хранят все в том же порядке. У него в кабинете очень много книжных полок и много книг. Там стулья, стол и книги. Вот все, что в его кабинете. И он начал общение так. Он сказал, брат Крис, я хочу, чтобы ты посмотрел на все эти книги. И я сказал, да, я вижу. Он сказал, это не мои книги. Это не книги Watchman. Эти книги являются сокровищами и нашим наследием. И это книги тех братьев, на плечах которых мы стоим. И затем он сказал, это те, с кем я провожу свое общение. Он имел в виду, что он много времени проводил в этих книгах, читая эти книги. Все богатства, все истины, замечательные отрывки, которые у нас сейчас есть и которые мы принимаем как само собой разумеющиеся. Все это было взято из тех сотен и тысяч страниц. И Watchman, и брат Ли, взяли оттуда многое. И он сказал, я сокращаю, потому что нам много придется поговорить. И затем он сказал, брат Крис, я хочу спросить у тебя, ты спишь хорошо? И я сказал, ну, думаю, что да. Он сказал, я всегда говорил святым, что я очень хорошо спал. И даже когда смуты были разные, разные бури, но сейчас я нехорошо сплю. Но затем он сказал, но не по той причине, по которой ты думаешь. Я не сплю, потому что Господь беспокоит меня, чтобы все это богатство, все эти сокровища, у нас есть все эти богатства, но в христианстве люди умирают от голода духовного, потому что там нет пищи. Но посмотри, сколько у нас этой пищи. И затем он сказал, брат Крис, как ты думаешь, эта пища, вся эта пища предназначена только для нас? Или ты думаешь, что у нас нет такой ответственности или обязанности кормить Божьих детей без каких-либо побуждений, без мотивов, а просто потому, что они умирают от голода, а у нас есть пища. Вот что не дает мне спать ночью, сказал он. И поэтому, он сказал, я решил пообщаться с тобой, с братом Мэттом и с братом Эндрю, поэтому у меня есть время о том, чтобы начать радиопрограммы и брать жизни из учений и преподносить. Это как бы сливки того, что Господь дал нам. И мы можем это помещать в такой формат, в котором другие люди за пределами Церкви и Господнего восстановления могут принять это и получить пользу. Я хотел бы попросить тебя, чтобы ты был открытым перед Господом и отдал этому свою жизнь. Другими словами, я хочу сказать, что я хотел бы попросить тебя тоже не спать хорошо. Вот такое было мое посвящение в служение, так называемое служение. Это было в 1996 году, и вы можете посчитать, сколько лет прошло. Я думаю, около 25. Так вот, спустя несколько недель после этого, у нас было несколько возможностей. Мы никогда этого раньше не делали, поэтому мы должны были отбросить все свои религиозные представления в Господнем восстановлении. мы приходили к брату и снова и снова и задавали ему вопросы. Люди не понимают нас, а мы должны быть верными к Господнему восстановлению. А однажды он сказал, мы понимаем какую-то часть служения, но мы не можем передать людям. Ага, его ответ был такой. «Братья, вы любите меня?» Мы говорим, «Конечно, мы любим тебя, братли». А он сказал, «Как вы можете говорить мне такие вещи в отношении новичков?» Они вообще не могут понимать это. Просто подумайте, как я вас воспитывал. Я просто инвестировал эту истину в вас, чтобы вы понимали ее. Это ваша задача. Мы должны это установить, чтобы в итоге они могли принимать эту истину и получать ее. Так или иначе, в те ранние дни, когда мы только начали заниматься этим, у нас было много общений с ним. И затем в течение следующих 12 лет мы произвели 2000 радиопрограмм. Это была моя основная работа. Я просто выбирал отрывки из жизни изучения, приглашал братьев, и мы просто создавали эти радиопрограммы. И это была моя любимая работа. Затем мое служение стало меняться немножко. Примерно через 10-12 лет мы оказались посреди другой ситуации немножко. Были нападки от врага извне от наших братьев и сестер, которые не приходили на наши собрания, которые неправильно понимали нас, они неправильно говорили о нас, они обвиняли нас в чем-то и так далее. И братья посчитали, что в этот раз мы должны не просто сражаться за истину, мы должны увидеть, кого Господь приведет к нам как верных братьев, с духовной и человеческой непорочностью, которые были бы готовы слышать и понимать нас, и которые могли бы свидетельствовать за нас, чтобы не просто мы свидетельствовали о себе. И я стал заниматься этой задачей. И не только я, и другие братья тоже. Мы должны были найти такие братья. Мы должны были молиться, потом идти, мы должны были представлять себя, мы должны были представлять служение посреди всех слухов, посреди всех отрицательных вещей, которые циркулировали тогда. И мы должны были все это представлять, чтобы они поняли нас и говорили за нас. Давайте я на этом закончу свою часть, и потом братья могут откликнуться. Но я больше потом скажу. Вот эти две области служения, в которых я развивался и служил. Но эти две области связаны. Одна область это уметь представлять истину другим тем, кто извне. А другая область это представлять истину тем, кто хорошо понимает в целом христианство. И у них есть даже какой-то вес в христианстве. Они известны и так далее. И общая угроза была и там, и там. Но я думаю, что мы пообщаемся об этом дальше. Но я думаю, что на этом я закончу траве. Фил, ты должен одну вещь знать. Если ты кашляешь, то ты даешь понять, что ты готов говорить. Но на самом деле я что-то там не знаю, пытаюсь восстановиться последние 10 минут от чего-то, и поэтому кашель идет. Но я даже не знаю, что говорить об этом вопросе, кроме того, что ты сказал, Крис. Но вот этот вопрос в отношении взаимоотношений с людьми. Нам нужно учиться строить отношения с людьми. Ошибки, которые мы совершили, чему мы научились, что мы усвоили. Я могу второстепенный какой-то момент упомянуть и обрать и добавить. Я знаю, что когда я впервые стал служить в Студградке в команде, для меня это был просто как проект. Я был в восторге от этого. Я встречался с людьми и я думал, как мне передать им все откровение Господнем восстановлении этим 18-летним студентам. Это было почти невозможно. это было нелегко сделать, но я научился чему-то в течение многих лет, что мое сердце сначала не очень-то участвовало в этом. Я просто наполнял свое расписание, встречался с людьми, я пытался читать с ними главы из Библии, я пытался объяснить им что-то, чтобы они увидели что-то. Я бы не сказал, что это была большая ошибка, но я научился кое-чему. Я научился вот чему. Мне нужно научиться тому, чтобы мое сердце участвовало в этом, чтобы я не просто был как робот, лилейное питание, приготовленное завершенной триединый Бог и так далее. Я должен участвовать это сердцем, а предрасположенности я не очень-то социальный, то есть не очень люблю людей, но Господь Иисус другой, я просто учился отвергать свою предрасположенность. Я научился молиться много за тех, о ком я пытался заботиться, я просто молился за них. И это просто смягчает ваше сердце, это расширяет ваше сердце. Вы не молитесь о том, чтобы они увидели Божье домостроительство. Да, конечно, технически вы молитесь за них, но это как бы все понятно, вы молитесь в отношении этого обо всех на земле, но я думал об их ситуации конкретно. В Послании к Колоссианам есть стих, Павел говорит о том, что он боролся, и затем он говорит, чтобы их сердца были утешены, и чтобы они были соединены в любви для понимания. Сначала сердце должно быть утешено. Для меня, в тот городке, главное было то, чтобы встречаться с этими молодыми людьми, когда я встречался с ними. С точки зрения истины, они не могли ничего особенно сказать мне. Я не знаю, гордился я из-за этого или нет, но у них не было многого. Это просто факт. Но если динамика наших отношений сводилась к тому, что я знаю все, а ты ничего не знаешь, это не является чем-то здоровым. Я думал о том, как мне установить с ними нормальные отношения. И в основном я молился за ним. И мы молились друг за друга, и мы учились открывать личные нужды. Например, у меня это такая проблема, и мне нужно машину купить, у меня лишний вес, мне надо избавиться от него. У меня эта проблема, и та проблема. И мы просто открывались друг к другу и молились вместе. И я вникал в его ситуацию, допустим, и я не думаю, что я служил бы в столь городке, если бы я не молился с кем-то, и не молился за нужды этих людей. У кого-то там тетя умирает от рака, или кому-то частично приходится работать в столь городке. Это смягчало мое сердце. И тогда появляются вот такие отношения с людьми. И это все меняет. Теперь, когда сейчас ты пытаешься кормить кого-то, они доверяют тебе, потому что они чувствуют, ты любишь их. И это для меня был большим уроком. То есть большая часть труда заключается не не в том, чтобы открыть людям глаза, используя какие-то творческие методы, а в том, чтобы взять их бремена и положить их себе на плечи и молиться за них. Для того, чтобы быть способным быть для них матерью и отцом. Я не знаю, высказал ли я это нормально. Я не знаю, Кен сейчас уравновесит мы пытаемся быть тем, кто отвечает на все вопросы, но мы не являемся теми, кто заботится от ада я, то есть обо всех нуждах. Им просто нужна молитва и забота, и на это они откликаются. А затем появляется вот эта часть откровения, часть истины. А если только с этой точки зрения подходить, то это что-то общее. Когда я попал в цикловную жизнь в Хьюстоне, я был просто захвачен Божьим домостроительством. И я до сих пор помню то время, когда Эд Маркс был там в Хьюстоне, и мы были там одновременно, наслаждались Господом. И я помню, на одном собрании мы говорили вместе, и мы были в таком восторге в отношении того, что мы можем раздавать Христа в людей. И для меня это было подобно вот чем... Нет ничего более сладостного на всей земле, чем просто давать Бога, давать Христа людям. И я был другим в то время. Я просто хотел давать людям Христа, и ничто не наполняло меня больше, чем это. Я был очень заинтересован в том, чтобы заботиться о людях. И Господь дал мне это с самого начала. Я помню, когда мы переехали из Хьюстона в Ирвинг для того, чтобы участвовать в стройке или строительстве центра. И Бенсон сказал мне, что у нас не было студентов. И я тогда работал в одной компании IT, и я начал служить в то время на полновременной основе, и он сказал, Кен, тебе нужно позаботиться о молодых людях. И он сказал, все живое откликается на заботу. Растения, собаки откликаются на заботу. Люди откликаются на заботу. И он просто повелел мне, иди и заботься о молодых людях. И они будут откликаться. И он сказал, это нормальная жизнь. И вот, что я делал. Я просто был с молодыми людьми все время. Начиная с 19-летнего возраста. С тех пор, как я попал в Ирвинг, я работал тогда полностью и заботился о молодых людях. И я усвоил многие вещи. Некоторые вещи хотел бы сказать вам. И Крис говорил об этом отчасти. Для меня один из больших уроков состоит, и до сих пор это очень важный урок, и я пытаюсь передать это другим обучающимся, полновременным служащим, которые хотят служить здесь, в районе Бостона. И этот урок заключается в том, чтобы заботиться об интересах тех, с кем вы контактируете. То есть нужно заботиться об их интересах. Для меня это было большим откровением. Я был на обучении для... или на конференции для молодых людей. И Брат Ли в 1976 году повелевал в Южной Калифорнии молодым людям, чтобы они шли в студгородки и обретали у людей. И у него там конференция была. Он проводил конференцию. И он говорил о принесении плода. И он говорил о том, чтобы идти в студгородки. Для меня это было что-то колоссальное. Это просто что-то колоссальное. И особенно в третьей и четвертой главах этой книги «Обучение для молодых людей» он говорит о том, что нужно вникать в интересы других людей. Когда вы идете в студгородки, будьте нормальными. Просто пытайтесь вникнуть в интересы других людей. И когда вы начинаете заботиться об их интересах... Может быть, вы даже зададите вопрос о фильме, который они посмотрели недавно. И недавно один брат сказал мне, покажи, где Брат Ли говорил об этом, о том, что можно спрашивать о фильмах. Но Брат Ли говорил это. И я показал ему, да, нам нужно вникать в их интересы. Чем бы они не интересовались, нужно вникать в их интересы. И позже мы поговорим об этом в отношении общих тем. Но один важный урок – это вот вникать в их интересы. Это применимо к молодым людям. Если вы хотите получить возможность заботиться о молодых людях, нужно вникать в их интересы. Не нужно пытаться заставить их вникать в ваши интересы. Брат Ли сказал что-то, типа, если вы вникнете в их интересы, они откроются вам. Они будут уважать вас. И тогда вы сможете дать им что-то божественное. Немного. 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 Очень часто мы видим вот что. Мы думаем. Мы должны дать им все. Но не нужно давать им много. Итак, первый урок – это вникать в их интересы. Еще один момент, который очень затрагивает меня. В конце своей жизни Брат Ли говорил о предписанном Богом Пути и жизненных группах. И особенно в книге «Применение и практика», предписанного Богом Пути. Он говорит о пище для младенцев, о детской пище. И это возвращает нас к тому, о чем говорил Крис. Он говорил тебе, что вы даете им. Вы любите меня? Давайте им пищу. А не нужно ребенка, так сказать, заставлять есть твердую пищу. Он младенец еще. Нужно дать ему молоко или что-то такое очень мягкое. И для меня в первые годы это было большим уроком в отношении стоп-кратка. То есть, давать им детскую пищу. Пример, если вы не против, я хочу привести пример из той книги. Он привел такой пример, когда братья и сестры пришли к нему и говорят, «Братли, у нас есть вопрос». Мы заботимся о небольшой группе, и мы думаем, что нужно говорить о призывании имени Господа. И мы нашли там примечания и стихи в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Мы посмотрели пользу призывания имени Господа и так далее. Мы хотим представить это им. Но чем больше мы представляли все эти вещи в Ветхом Завете, в Новом Завете, тем больше они закрывались и отдалялись от нас. Вы знаете, что Братли ответил. Он сказал, «Ну, вы не должны были это делать. Это не детская пища». «Что?» Я был поражен. Он говорит, «Нет, нет, лучше всего помочь людям, новичкам, призывать имени Господа, это путем пения». И он сказал, «Вам нужно петь короткие песни с ними и призывать Господа». Вот лучшая помощь. Это детская пища. Именно так можно помогать им призывать Господа. Дело не в том, чтобы показать им все стихи, примечания и так далее. И это меня пробудило. Детская пища. Если все святые, если бы я вас видел, я бы попросил всех вас произнести это выражение «детская пища». Итак, вот эти два урока. Вникайте в их интересы и детская пища. Но это связано с жизненными группами. Это еще одна линия. И это очень-очень важная часть моей жизни. Я не знаю, Кен. Извините, я попил чай какой-то, от него кашляю. Но я начал учиться со всеми этими первокурсниками. Вы знаете, вот это есть небольшая брошюра «Надежное спасение», «Радость спасения», «Уверенность в спасении». И она как бы считается такой достаточно поверхностной, но я не очень-то читал ее. И я просто ее пропитался и говорил это постоянно. «Уверенность в спасении». Это то, что мы принимаем как должное. Многие дорогие верующие не знают об уверенности в спасении. У них нет этой уверенности. И мы стали делать это частью нашей детской пищи. Я не знаю, мы правильно представляли это или нет, но люди среди нас вставали посреди столовой и говорили «Да! Да!» Потому что мы читали, что это очень основополагающее. И мы думали «Зачем мы пытаемся новичков приводить сразу в жизнестроение? Они не очень-то понимают это». Мы давали им действительно детскую пищу. Поэтому не нужно давать людям то, что превосходит их способность воспринять. Крис, ты хотел что-то сказать? Да, да. Я просто хотел бы подхватить то, что ты сказал, но мне очень понравилось то, что Фил сказал в отношении основополагающих вещей. Тревор и Натэниел. Может быть, вы пришлете нам какие-то вопросы или отрывки из служения, которые были посланы. Но я хотел бы взять одно предложение. Меня затронуло оно. Какие переживания у вас были в отношении того, как общаться с теми, кто не приходит на наши собрания? Я думаю, мы уже сказали об этом. И Кен и Фил говорили о детской пище и об основополагающих вещах. Мы многие годы потратили, чтобы создать отношения, строить отношения с ними, с этими братьями, с кем мы могли бы создаться в Господе. И святые, послушайте, когда я думал об этом как о моей работе, мне нужно это делать, мне нужно найти каких-то христиан, которые будут хорошо относиться к нам. Но Господь никогда не захочет и не будет это чтить. Ему не нравится, он не чтит притворство. Однажды в мой офис зашел Бенсон, вот Кен упоминал Бенсона. И это вот мое переживание с Бенсоном. Он сказал, брат Крис, послушай, это трудно, потому что твоя работа состоит в том, чтобы найти тех, с кем мы можем общаться, а не тех, кого мы можем убедить. Тебе нужно сделать это так, чтобы они доверяли тебе и доверяли нам, и были готовы развивать отношения с нами. Ты должен делать это так, чтобы никогда не пойти на компромисс в отношении истины к Господнему восстановлению. Это был вызов. Это была трудная задача. Но вот я хотел бы короткое свидетельство привести, потому что оно свидетельствует или иллюстрирует то, что мы усвоили в отношении развития отношений. Мы усвоили, что ключом к этим отношениям... Вы знаете, неважно, о ком мы говорим, работники в спорткарадке, которые... Или о каком-нибудь служителе, или пасторе в какой-нибудь группе христианской, или о каком-нибудь апологете в библейском исследовательском институте. Святые, мы усвоили вот что, и это применимо ко всем. Ключ к новому человеку заключается не в том, чтобы начинать с чего-то противоречивого, или с того, что приведет их в их разум, или заставит их полемизировать с вами часами. Нет, ключ заключается в том, чтобы найти общие темы. Что у нас общего со всеми верующими? Что у нас общего? Нужно начинать с этого. Ну, Павел называет это верой. Не просто верой, а той самой верой, общей верой. Что это за вера? Именно так мы были спасены, да? Иисус умер за мои грехи. Бог один, и Он три. Библия – это слово Божье. Каждое слово – это слово Божье. Это вот основополагающие элементы нашей веры в Христа. И они, верующие все едины в этом. У нас есть страницы и страницы, где мы развиваем это, где мы изложили это. Нам нужно иметь эти ключевые элементы. Все мы пережили спасение. И тогда эти вещи стали реальными, действительными для нас. Начиная с того, что Христос умер за нас. Итак, какой самый простой, самый быстрый и лучший способ завязывания отношений с другими? Ваше свидетельство. Или попросите их, чтобы они дали свое свидетельство вам. Это что-то очень простое. И вскоре вы узнаете, «О, у нас много общего! Я тоже это переживал!» Или «Я понял, что праведный отдал все, отложил все свое, и он взял все мое на себя и был готов умереть за меня». Что это за слава, освобождение, освобождение? У каждого верующего это есть. Давайте начнем с этого. Теперь у вас есть много общего. И вскоре они понимают, «О, этот человек настоящий верующий». И когда более трудный вопрос возникает, и мы всегда понимаем, что возникнут эти вопросы. А куда ты ходишь в церковь? В какую церковь ты ходишь, допустим? Такой вопрос. Но без основополагающих вещей, если мы начнем сразу говорить о церкви, прежде чем мы установим общие моменты, что мы братья и сестры в Христе, то у нас ничего не получится. Если у нас появляется общая почва, вы знаете, насколько легче говорить о церкви? Вы знаете, где двое или трое собраны в моем имени? Можно показать, что вот это небольшое переживание церкви. Человек может ничего не знать о почве местности и так далее, и так далее. Или там один город, одна церковь. Но когда вы собираетесь с ними, и вы в единстве, и Господь посреди вас, это действительность в самой простой форме церкви. Теперь можно говорить об этом. В противном случае для них это будет чем-то неясным, что такое церковь, начнутся какие-то споры, полемики и так далее. По крайней мере, нужно два или три элемента общей веры включить в ваше общение и свое свидетельство. И тогда я… Вы говорите, например, Библия – это Слово Божие. И каждое слово – это Слово Божие. Когда я осознал, что Он пришел в первый раз, и Он умер за меня, и затем Он снова придет, во второй раз придет. То есть, что я имею в виду? Вам нужно таким легким образом представить ваше свидетельство, включив туда все эти основополагающие элементы. И тогда послушайте их свидетельство, попросите их, чтобы они посвидетельствовали, и действительно послушайте их, и насладитесь их свидетельством. и вы будете освежены. У нас было такое переживание с теми, кто потенциально хотел нападать на нас. И они слышали много отрицательного о нас, потому что в примечаниях говорится это и то, как вы на это ответите. И у меня были такие встречи, люди из Кэмпус Круссейд, Крестовый поход за Христа, это организация, вы знаете, и они говорили многие вещи там. И потом там я встретился с каким-то советником, пожилуем с их стороны. И мы с одним братом встретились с ним. И вопрос был в отношении примечания к откровению 2.9, где говорится о синагоге сатане, о том, чтобы убивать верующих. И это касалось протестантов, иудеев, и христиан. И вот этот человек из группы Крестового похода за Христа, он просто был горячим. И у него был восстановительный перевод, и это примечание. И он сразу открыл его, и он просто сразу начал говорить об этом с советником. И он стал говорить, что вот, вы ужасная группа. И мы на самом деле начали разговор, мы были в кафетерии, и спонтанно мы стали молиться немножко, прежде чем что-то говорить. И прежде чем мы закончили, вот этот молодой человек хотел говорить что-то ядовитое. И я сказал, я хотел бы услышать твое свидетельство. Как ты был спасен? И я хотел бы рассказать свое свидетельство о том, как я был спасен. И он говорит, о, хорошо. И он дал свое свидетельство. И я привел свое свидетельство, как я вот только что описал вам. И мы все из того же поколения, и я рад, что у нас был период, когда мы там в 60-е годы, понимаете, мы жили на улице, в свободе и так далее. У нас было много общего, и мы вновь молились, потом мы смеялись, вспоминали какие-то вещи, касались чего-то общего. И затем, когда я закончил, прежде чем этот человек начал говорить об этом примечании, я сказал, я забыл его имя, не помню, я сказал, ну, вы знаете, вы чем-то обеспокоены в нашей Библии, и я слышал, что примечание какое-то беспокоит вас, да? И я просто говорю, я хочу попросить вас прочитать его. Я попросил советника, который преподавал в то время в семинарии в каком-то городе, я попросил прочитать его вслух все примечания. И он прочитал все примечания, и он до конца дошел, и там говорится о католиках, протестантах и иудеях. И он повернулся к своему работнику, к своему молодому человеку и сказал, это точно так. Я знаю историю церкви. Католики убивали подлинных святых. И в итоге иудеи, они всегда гнали верующих. Нет ничего неправильного в этом примечании. Нужно просто знать историю церкви. И мы должны гордиться этим. Я просто даю вам гарантию, если бы мы не начали с того, чтобы установить эти общие моменты, общую тему, и с лично каких-то свидетельств, то мы бы так точно не закончили. Но извините, видите, в этом есть определенный принцип, который будет полезным для многих из нас. Крис, очень коротко. Что ты усвоил в отношении молитвы с другими верующими? Очень просто. Я рад, что ты сказал это. Просто короткий ответ. Научитесь молиться так, как молятся они. Не пытайтесь учить их молиться так, как молитесь вы или мы. Мы должны быть способны молиться по-любому с любым верующим. Не нужно создавать какие-то требования для них, чтобы они молились так, как мы. Да. Мы должны показать им, что мы любим молиться так, как молятся они. Я люблю молиться по-своему, но я хочу научиться молиться так, как молятся они. Однажды мы в Китай поехали, и там были христианские лидеры, пасторы и жены, там примерно 50 человек в автобусе, и мы поехали на тур, и мы хотели показать им, как китайские верующие страдали в тюрьмах, как их гнали. И Билл Лосон был тоже в этой поездке, и в автобусе. Вы знаете, что у нас было? У нас было утреннее посвящение, так сказать. У вас было вот такое утреннее посвящение. Это христианство в Америке очень известный термин. И это было здорово, я наслаждался этим. Они делились своим переживанием, потом мы молились, и потом проповедь была. И вот так мы проводили утро в автобусе. Хэнк повернулся к Биллу и сказал, «Сегодня ты помолишься, и ты проведешь это утреннее посвящение». Это был просто... Холодная индейка была, ну, образно говоря. А вы знаете Билл Лосон? Когда он начинает молиться, он просто начинает гореть. Я просто говорю об огне с неба, как вот огонь Ильи. Билл молился просто чудеснейшим образом. Он достаточно долго молился, но не убил людей. Это была молитва, которая была исполнена благами. И все это было на языке, который все остальные могли понять. И они просто... У них челюсть опустилась. Они просто были изумлены его молитвой. Они никогда не слышали, чтобы кто-то так молился. Но на самом деле он молился так, как молятся они. Он использовал их терминологию. И они были полностью унесены. И вот это пятиминутное слово было молоком и медом для них. Это было изумительно. Это было грандиозно. Это был замечательный урок. Святые, мы должны научиться. Мы должны научиться соединяться с людьми. Узнавать, в каком мы на состоянии. Господь точно так же поступает с нами. Он приходит к нам в том состоянии, в котором находимся. И даже мы можем сильно упражнять свой дух в форме другого человека. Вы понимаете, да? Неужели мы не можем упражнять свой дух в другой форме, так сказать? Я однажды встретился с одним человеком, и он любит молиться как-то рутинно. Небесный Отец, мы благодарим тебя. Вот как-то так. И затем он поднял однажды голову, и я увидел слезы на его щеках. И я подумал, о, ну, он не на автопилоте молился. Может быть, я на автопилоте молюсь. Я просто... Нам нужно отбросить все эти предрассудки. Нам нужно соответствовать им. Я помню, как он молился. Папа, папа. Вот так он обращался к отцу. Я подумал... Я подумал, ну, интересно. Я получил даже небольшой свет. Нам нужно помнить, что у нас есть папа. Я пытался молиться так, папа, папа, но это было трудно. Но даже во всех этих вещах, насколько мы узкие можем быть, то нам нужно быть широкими, но при этом все равно упражняться, чтобы приносить жизнь в это. Это не просто ритуальная молитва. Мы можем по-прежнему упражнять свое сердце и свой дух в других различных формах. Почему нет? И это создает такую связь. Это создает такое объединение. Да, как вот то, что вы сказали. А слово «подлинный», «искренний». Если мы искренние, они поймут это. С одной стороны, можно подумать, а мой дух исходит из меня. Мне понравилось. Все, что мы делаем, мы делаем всем существом. И когда мы делаем это всем существом, наш дух выходит наружу. Если мы молимся искренне, это не обязательно должно быть громко. Но если мы молимся всем существом, наш дух выходит наружу. Я помню однажды с двумя новичками из Гарларда мы находились вместе. Нас было четверо. И кто-то спросил, а мы можем помолиться за вашу жизнь? И мы просто помолились подобно им. Мы просто молились подобно им. И один из братьев задал вопрос. Он попросил меня помолиться за кого-то. И я не привык, что меня просят, чтобы за меня помолились. Я не знаю, что отвечать на вопрос, когда люди задают, как дела. Но, так или иначе, я сказал что-то о своей сестре, которая не очень хорошо себя чувствует в Бангкоке. Она там была десятилетиями, уже жила. И она уже была при смерти. И я упомянул этот вопрос этим двум братьям в Гарварде. И их молитва была очень сладостной. Я подсказал, Господь чтит единство. Когда двое или трое просто в согласии, в единстве, и они просто молятся подобным образом. Я был так затронут. И я позвонил после этого моей сестре в Бангкоке. И я получил жизнь от нее. Она получила жизнь просто благодаря их молитве. Я заметил это. И она сказала что-то, что я никогда от нее не слышал раньше. В конце нашего разговора я хотел сказать «До свидания». Она хотела сказать одну фразу. Она сказала «Кен, слава Господу». Она сказала «Слава Господу». Я никогда не слышал, чтобы она так говорила. Я просто растаял сразу. Это было так трогательно. На следующий день я сказал этим братьям о том, что произошло. Они просто плакали, что они стали участниками в жизни какого-то человека, который на другом конце земли. Свои молитвы. И я просто обрел столько взаимоотношений с ними. Это было что-то близкое, подлинное, искреннее в молитве. И спустя неделю один из них задал вопрос «Как она там?». И я сказал «Продолжай молиться за нее». Я думаю, что этого достаточно. Да, наверное, мы исчерпали все конкретно. Я надеюсь, что… Я хотел бы задать вопрос Филу вот в отношении общих тем, общих каких-то вопросов. Я знаю, что ты вырос как церковный ребенок. Что ты усвоил в отношении свидетельства о себе как о церковном ребенке? Потому что, когда я встречался со святыми, я сразу определял, кто из них церковный ребенок, потому что они определенным образом рассказывали о своем воспитании, о своих переживаниях. Как ты построил свое свидетельство таким образом, чтобы оно не сильно отличалось от свидетельств других людей? Ты когда-нибудь думал об этом? Да. Я вырос в церкви в каком-то смысле. Я был изолирован от терминологии, которую использовали молодые люди в христианстве в целом. И она отличается. И мне потребовалось время, чтобы понять это. Но мы говорим... Ну, если честно, я до сих пор не знаю. Я до сих пор не знаю, звучу ли я как церковный ребенок. Но, например, я знаю, что они говорят... Христиане говорят, я посвятил свою жизнь Христу, или я попросил Иисуса войти в мое сердце. И, может быть, внутри церковного ребенка такой голос. Да он входит в твой дух. Но вот что они имеют в виду. Они не знают, что у них есть дух, но дух-то в сердце находится. Если вы хотите коснуться общих вещей, найти общие темы, что-то общее... Конечно, у нас есть помазание. Это не просто набор правил. Иногда это терминология, а иногда я учусь говорить так. Я отдал жизнь Христу, и я попросил Иисуса войти в мое сердце. И я отошел от Господа и потом вернулся, когда я был в старших классах школы. И потом я отдал свою жизнь Христу заново. Я не знаю, мы говорим, это наши терминологии, я повернулся снова к Господу. Поэтому я часто спрашиваю у тебя. Нам нужно учиться. У них есть определенная терминология, которая описывает свои переживания. Но в основном это общие какие-то термины. Возрождение это возрождение. Если вы называете это возрождением, в первом абзаце ваших отношений, вы немножко как бы создаете помехи. Я до сих пор совершаю эти ошибки постоянно. Иногда я с кем-то так говорю. Я употребляю это выражение. У меня такое бремя было. И это странный термин для них – бремя. Бремя – это что-то странное для них. Ну, необычное. То есть нам нужно учиться общаться с людьми. Нам нужно просто заботиться о людях. Фил, ничего страшного. Если ты скажешь, я родился заново. Разве Иисус не сказал это где-то? Он сказал, если ты не родишься заново, не родишься заново. Я думаю, некоторые переводы вот именно так звучат. Родился снова как бы. А в греческом – родился заново. Да, в общем, ты правильно говоришь в отношении нашей терминологии. Но для меня есть большая разница. Например, я встретился с Крисом, познакомился с ним только что. Я хочу установить отношения. И у нас общая вера, у нас Господь общий. Есть определенные упражнения в том, чтобы установить более тонкую связь. Дело в том, что мы изучаем разные линии истины. Можно сказать, существуют разные правила. И сейчас я говорю. Можно сказать, родился заново, или поверни свое сердце Господу. Есть такое слово «возрождение». Я, допустим, говорю им. Есть такое слово «возрождение», и оно достаточно важное. Что оно обозначает? То есть нужно понять, что есть две разные цели в наших отношениях. Одна цель – это установить какие-то общие моменты. С самого начала нужно помнить, когда вы только знакомитесь с людьми, они пытаются поместить вас в определенную категорию. Они пытаются узнать о вашем прошлом. Они пытаются узнать, во что вы верите. А, ты харизмат. А, ты адвентист с седьмого дня. А, понятно. Язык отличается у вас и у них. Но, несмотря на то, что они знают, что вы верующие, они все равно относят вас к определенной категории, к определенному виду. Например, они могут подумать, «О, ты католик, но, может быть, ты спасен». Или вы так думаете, «О, он католик или он может быть спасен». То есть, все равно нужно время, чтобы развивать отношения. Но мы не убегаем от того, чтобы говорить им истину. Нет, мы не скрываем истину. Мы учимся тому, как это говорить и когда это говорить. Мы как бы общаемся о начальном этапе. Это общие моменты. Всегда есть исключения. Но можно созидать основополагающие отношения с доверием. Тогда появляется возможность представить истину. И тогда все меняется. А если вы идете навстречу и думаете, «Так, я думаю, что я скажу им о том, как Иисус пришел в Кану и превратил воду в вино». И так далее. Если вы начинаете говорить им это, это просто испугает их до смерти. Это их просто оттолкнет от вас. И наоборот. Вы можете открыть небо для людей в зависимости от того, что вы говорите и когда вы говорите. То есть, как это представить? Когда это представить? Вот что важно. Это не вопрос «что представить», а «как» и «когда». Это действительно переводит нас к тому, что у нас есть. Вы касались этого много. Мы смотрим на людей как на проект, наш проект. Мы пытаемся найти общие вопросы. И мы учимся любить людей. И кажется, что они могут действительно почувствовать это. В то же самое время, я думаю, что достаточно легко, когда мы соприкасаемся с людьми. Если говорить честно, очень часто у нас есть какой-то мотив. Например, «Я хочу, чтобы ты был спасен, и хочу, чтобы ты пришел в цикловную жизнь». Многие люди подходят к людям именно так. Они говорят с ними вот так. Но иногда это может быть похоже на разделительство. То есть, когда вы обращаете других людей в свою веру, понимаете? Если у вас какое-то общение на эту тему, я думаю, что это будет полезно. А можно определить, что такое празелитство, празелитизм? Мое понимание такое. Мы идем в другие группы не для того, чтобы вваровать. Но это вот определение работника, и я тебе сейчас дам это определение. Да. Это хороший вопрос на самом деле. Каким должен быть наш мотив? Особенно, если вы служите Господу. Брат Ли, когда мы начали радиопрограммы, он подчеркивал, не делайте это. Давайте посмотрим, сколько людей придет в церковь. Ваш мотив состоит в том, чтобы питать их. Потому что мы любим их. Мы должны им пищу. Мы должники перед ними в том, чтобы кормить их. У нас есть целый продовольственный магазин. Нам нужно кормить их. Это наш мотив. Это наше побуждение. У нас есть пища, поэтому кормите их. А мы кормим их, потому что мы любим их. Это было нелегко. И мы по-прежнему с этим... Нам трудно в этом отношении. И я слушал одно из сообщений о жизненных группах. И браты говорил о том, что любовь торжествует. И он сделал серию сообщений о том, как учить и пасти людей. Это ключевые сообщения. В предписанном Богом пути нам нужно пасти и учить. И пастырство это... Учительство это часть пастырства. И после этих сообщений он сделал это сообщение. И Господь стал беспокоить меня. Пожалуйста, простите, если я снова начну в какое-то волнительное состояние приходить. Если у нас есть учения и пастырство, но у нас нет любви, мы ничего не получим. Наше учение и наше так называемое пастырство просто будут убивать людей. Наша задача состоит в том, чтобы приводить этих неверующих к Христу. Мы пытаемся... Они в мире, мы пытаемся избавить их от остальных вещей. Но за это нам не нужно извиняться, но мы должны иметь такой мотив. Питать их. Питать их. Питать верующих. Точка. Господь поведет их. Господь поведет их. И в итоге они, может быть, захотят узнать, а откуда ты берешь эту пищу? Они так или иначе зададут этот вопрос, когда мы будем питать их. Они захотят узнать, где мы берем эту пищу. Они никогда этого не слышали. И когда они инициируют это, тогда мы не занимаемся празелитизмом. Извините, когда мы воруем овец, так сказать. Вы знаете, все понимают, что люди пойдут туда, где пища. Дело не в том, чтобы воровать овец при помощи каких-то ухищрений, уловок. Нет. Но если мы искренне любим людей и кормим, они последуют за нами. И тогда не надо стыдиться этого. Не надо бояться, что вы занимаетесь празелитизмом или воруете овец. Заботьтесь о студентах в студгородках в течение многих лет. Нет. Я служил со многими служащими. И это то самое, о чем говорит Крис. Просто нужно доверять пище. Полагаться на пищу. Вы знаете, те, у кого есть пища, побеждают. Пища поведет их. И мы видели, как это происходило. Что касается служения. Служение – это богатое служение. Полная пища. И оно даже помогает воздвигать церкви. Оно настолько плодоносное. Нужно полагаться на пищу. Но я возвращаюсь к этому вопросу любви. В 15 главе Евангелия Иоанна говорится о пребывании в Господе. Много. Мы должны пребывать в Господе. Его Слово должно пребывать в нас. Но нам нужно пребывать в Его любви. И затем там говорится любовь, любовь, любите друг друга и так далее и тому подобное. Нельзя избежать любви в контексте принесения плода. Сколько раз в этой главе упоминается любовь? Очень много раз. Нельзя пребывать в Господе и приносить плод без любви. И тогда плод появляется автоматически. Вот так действительно появляется плод. Это как три ножки жизненной группы. Помните, да? Должна быть определенная природа, то есть жизнь, это что-то духовное. Должно быть состояние, это любовь и цель принесения плода. Если у вас не хватает одной из этих ножек, стул падает, табуретка падает. Можно говорить, жизнь, жизнь, жизнь. Можно быть духовным. Или можно приобретать новичков, новичков, новичков. Но если нет любви, ничего не получится. Все, все. Конец. Всему конец. Или у вас может быть любовь, любовь, любовь. Вы просто хотите быть друг с другом. И если у вас нет жизни и все это природное, то это тоже не продлится долго. У вас должна быть настоящая подлинная любовь. И любовь действует. И любовь никогда не перестает. И никогда не терпит неудачи. Я верю в это. Это одна из последних вещей, о которых Господь сказал Петру. Ты любишь меня? Корми моих ягнят. Это что-то естественное. Если у нас есть жизнь, братья и сестры. Мы просто не можем не переживать это. Нам нужна любовь. Конечно, у нас нет любви. Бог есть любовь. Мы любим только себя. Именно так все и обстоит. Поэтому нам нужно слово, нам нужен дух, нам нужен Он. И нам нужно, чтобы это побеждало людей. Люди знают, любим мы их или нет. Забота, которую мы даем людям. Они просто не могут не откликнуться на это. Поэтому мне нравится то, что сказал Бенсон. Человеку трудно противостоять любви. Противостоять заботе. Просто трудно. Очень трудно сражаться против любви. Если кто-то очень любит вас. Ха, Фил, что ты будешь делать? Как ты можешь противостоять этому? Подлинной любви? Настоящей любви? Неужели ты скажешь «нет»? Но все знают Дика Тейлора. Я с ним много лет был вместе. И он всегда хотел с кем-то поговорить. Куда ты идешь? Он просто любит людей. Я понимаю, я не Дик Тейлор. Но он просто наполнен любовью Господа к людям. И любовь действует. Любовь эффективна. Пища эффективна. Любовь эффективна. Я забыл, о чем он вообще. Давай, давай, давай. Я еще об одной вещи подумал. Давай, 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 Крис. Ну, я просто хотел о том, о чем ты говорил. Ты упомянул жизненные группы, природу и так далее, и так далее. Это что-то важное стратегическое. Это важно для жизненных групп. Питание и лилейное. Лилейное и питание, да? Именно так мы движемся с людьми. Лилейное и питание. И картина такая. Мать с ребенком. Мать кормит детской пищей ребенка. Лилейное – это любовь. И именно эта любовь делает так, что новички чувствуют себя уютно. То есть, лелеет людей, значит, делать так, чтобы они чувствовали себя приятно и уютно. И тогда можно питать их и кормить их. Итак, эти две вещи тесно взаимосвязаны. Любовь и питание. Любовь и питание. Например, вы заставляете ребенка есть брокколи, а он не любит брокколи. Но это не любовь. Понимаю, что ты со своими детьми дома, но нет лилейной, нет такой атмосферы, в которой они бы принимали пищу, и для них это было бы что-то приятное и вкусное. Так Господь заботится обо всех. Как он позаботился о Закхее, о сборщике налогов, о женщине у колодца? Он не начал разговор с того, что попросил ее позвать мужа. Нет. Так, посмотрите на последовательность, на время. Он какое-то время провел, чтобы полилеять ее. И в конечном итоге она получила напиток, она была напитана, накормлена, то есть она получила свет. Это было питание и лиление. Что можно сказать о другой грешнице в Евангелии Иоанна в 8 главе, которую застигли в прелюбодеянии? Он говорит, никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю. Что это? Это лиление. Он любил эту грешницу. И затем он сказал, а теперь иди и больше не греши. Больше не греши. Хорошо. Вот это слово от него прозвучало в контексте лиления, и для нее это слово стало пищей, которая позволила ей не грешить. Его слово, которое он говорит, питает нас, но сначала он лилеет нас. Мы должны научиться быть этими кормящими, лилеющими материалами. Одна из моих дочерей, одна из них, у меня пять дочерей, и одна из них всегда любит есть на дистанции. Я говорю, открой рот, открой рот. Я пытаюсь ее накормить, а она постоянно мотает головой, она, в общем, не дает мне накормить ее. И мне нужно было что-то изобрести, чтобы вместо того, чтобы наказывать ее, ей нравится плавать. Я сказал, Деттами. Представь, я, вот мы сейчас на доске, мы плывем, и давай, раз, два, три, мы прыгаем в воду, и она открывает рот. Я, в общем, показываю, что вот эта доска с пищей попадает к ней в рот. И очень часто я играл так, и она ела. Браты используют это слово, играйте с ними, играйте с ними, чтобы заставить их есть в итоге. Можно я идею одну принесу в отношении прозелитизма? Определение прозелитизма такое, вы просто обращаете в свою веру или в какую-то веру верующего. То есть он меняет свою веру. Вот это прозелитизм. Если мы успешны в прозелитизме, это означает, что мы полностью упустили вопрос жизни и вопрос пищи. Почему мы говорим это? Не просто потому, что мы питаем людей, и они питаются. На самом деле есть семя во всех верующих. Христос находится во всех верующих. И когда мы питаем их надлежащим образом, это семя является личностью, которая растет. Он – личность, это не просто набор каких-то постулатов веры. У него есть чувства, эмоции, любовь, ненависть и так далее. Если мы не пытаемся обретать людей для Господнего восстановления, то какая вообще суть в этом? В чем смысл? Зачем питать людей? Но на самом деле, если кто-то начинает получать пищу и начинает расти, он в Господнем восстановлении. Потому что этот человек растет, он питается и он любит Христа, который любит церковь. Если Господь растет в этих людях, не нужно беспокоиться о них. Я чувствую, что иногда отношения новичков, иногда они нападают на наше убеждение. И они говорят, ой, я не верю в это. А мы лично воспринимаем это. Что ты имеешь в виду? Это служение векой. Я разве не сказал тебе об этом? Это на самом деле показывает, что, наверное, вы занимаетесь проделитизмом. Вы пытаетесь заставить человека принять ваше убеждение. Не нужно беспокоиться об этом. Человек, который принимает от вас пищу и растет, через время он начнет ценить это. То, что нужно ценить. И в итоге мы все становимся одной личностью. Это связано именно с пищей. Это не связано с тем, чтобы убедить кого-то. Есть много людей в Господнем восстановлении. Не просто потому, что они знают, что это. Нас сохраняет здесь не то, что мы знаем, где мы находимся, а пища, жизнь. Это вот моя теория. Когда вы разочаровываетесь, когда вы обижаетесь на людей, что они не принимают ваши учения. Вы занимаетесь празелитизмом вместо того, чтобы питать. Сконцентрируйтесь на питании, и тогда все будет хорошо. Не нужно пытаться заставить людей быть уверенными в ваших убеждениях. Да, если ты любишь меня, корми моих ягнят. Да? Если они будут напитаны, они будут счастливы. Когда я накормлен, я счастлив. Братья, А что если мы, скажем, накормили восемь тысяч человек? Восемь тысяч. И после того, как мы накормили их, мы получили только сто двадцать человек, которые пошли этим путем. Это будет успех или неудача в нашей работе? Что вы скажете? Я не знаю, кому адресован этот вопрос. Это риторический вопрос. Я бы сказал, что мы получаем тот же процент, который получил Господь Иисус. Потому что однажды Он накормил пять тысяч человек. Без какого-либо мотива. Просто они были голодные, поэтому Он накормил их. И Он попросил учеников накормить. И они пошли, и там была пища. И позже Он накормил еще три тысячи таким же образом. И когда все это было сказано, сделано в конце Его земного служения, что у Него осталось в верхней комнате? Сто двадцать. И это стало семенем церкви. Поэтому мы должны просто выйти из этого представления. Сколько я должен обрести? Какая квота мне дана? Наша задача от Него заключается в том, что ты только что сказал «Фил» или «Кен». Если ты любишь меня, как Господь сказал, «корми моих овец». Я не знаю, какой это процент, но я бы принял 120 из 8 тысяч. Когда мы встретимся с Господом, что мы хотим, чтобы Он сказал вам? «Хорошо, добрый и верный раб» или «хорошо, добрый или успешный раб». Нет, «добрый и верный раб». Просто давайте пищу. И когда Он придет... Это 24 глава Евангелия от Матфея. Мне нравится этот стих очень. Как там говорится? «Верный раб, который питает домашних, дает им пищу в свое время». И когда Он придет и увидит, что Он это делает, там написано «блажен этот раб». Когда Он придет, Господин придет и увидит, что Он так поступает, Он скажет «блажен тот раб». Что Он делает? Он питает. В конце брата сказал, «У жизни есть сумма». Если вы даете жизнь, то она что-то производит. Аминь. Она позаботится обо всем. Это связано. И это... Брат Кен, на самом деле ты уже упоминал это, ну как бы намек делал на это ранее. Это связано с тем, как мы служим и как мы заботимся о людях. Очевидно, это не происходит само собой. Часто это происходит в группе людей. И служение говорит об этом в отношении жизненных групп. И у нас был вопрос в связи с этим. Что значит в ваших переживаниях быть жизненным? Если вы были частью жизненной группы в прошлом, каким было это переживание и как оно началось? Я адресую это Кену. Ой, я очень хотел бы поделиться этим. Давайте я немножко вернусь назад. Когда я начал служить в 2000 году, я оставил свою работу, большую компанию, интернет-технологии и так далее. И брат Ли высвободил все эти книги о жизненных группах. И в итоге я стал заботиться о занятии, предписанном Богом Путь с Альбертом Лимом на обучение на полновременном, в течение многих лет. Я был настолько пропитан бремень, брат Ли, о жизненных группах. И до сегодняшнего дня это бремя горит во мне. Брат Ли говорил о том, что жизненные группы — это место, в котором производятся победители. Жизненные группы — это гора Сион. Жизненные группы вернут Господа обратно. И это что-то очень важное. Это он говорил в конце своей жизни. Поэтому я подумал, что это такое? Мы должны получить это. Но я не знал, что это такое на самом деле. Потому что много хорошей терминологии. Можно рассмотреть все эти вещи, которые он говорил в этих книгах. Я служил тогда в Университете Южной Калифорнии. Я был в группе. Я только переехал туда. Я не знал, в какой группе присоединиться. Но Дик Тейлор поместил меня в группу. Она была настолько разнообразная, эклектическая. И он посоветовал, что я присоединился к одной семье. И у нас было групповое собрание. И там собаки. А когда я говорил, они там что-то рычали на меня. И там кто-то в другой комнате там занимался чем-то, шумел. Люди приходили, просто ели. Я подумал, что это такое вообще? У меня время о жизненных группах, о предписанном Богом пути. Я не знал, что мне делать. Что делать? И мы начали вот с чего. Мы просто стали молиться. После молитвенного собрания несколько человек. И мы стали молиться. Но это было что-то механическое. Мы молились об одном, о другом. Это было сложно. В итоге мы подумали, давайте просто есть вместе. Это было как бы в ядре этого собрания. И мы начали делать это. И именно в таком общении, в такой атмосфере, я стал представлять эту часть служения. И мы читали немножко о жизненных группах. И, конечно, отчасти Братли говорил о том, что нужно исповедовать грехи, чтобы стать живыми. Вам нужно узнать друг друга, соединиться друг с другом. Вам нужно узнать детей друг друга. Вам нужно молиться друг за друга. И первое, он сказал, вам нужно поесть, есть и заботиться друг о друге. Но мы, на самом деле, не планировали делать этого. Но Господь стал делать что-то небольшое. И это стало чем-то интересным. И я кому-то из вас говорил недавно. Это забавно. В итоге, кто-то задал вопрос. Один из братьев попросил помолиться за ноги жены. Потому что они отекшие были, поскольку она была беременна. И мы там сидели на собрании, что-то там читали. А он говорит, можно помолиться за ноги моей жены? И внутренне я подумал, нет! Но я просто сдержался, и я стал молиться за ноги сестер. И я просто не мог поверить, что я это делал. Потому что мы молились за Божье домостроительство, за его движение на земле. А вот брат хочет, чтобы мы молились за ноги его жены. И вот понемногу, понемногу мы стали молиться. На следующей неделе кто-то сказал, ой, я должен четыре месяца быть на диете. И если я это сделаю, я два с половиной килограмма сброшу. Я подумал, молиться о диете какой-то сестры. И я подумал, нет, нет. Но я просто смирился и стал молиться за диету сестры. И это так много значило для этих святых. И мы просто стали молиться друг за друга. Однажды один из них пришел. Я что-то прочитал. Я не знаю, где он был. Он пришел и сказал, Кен, нам нужно молиться за спасение Бритни Спирс. Я не знаю, что это вообще. Позже я узнал. Она была тогда в тюрьме. В общем, я подумал, ну, я за поп-звезд не молюсь вообще-то. И в тот вечер, знаете, ребята, я молился за спасение Бритни Спирс. Не знаю, была ли она спасена, но мы молились за нее. Я знаю, через неделю я был в очереди в продуктовом магазине. И я увидел какой-то журнал. И там была фотография на Бритни Спирс. И знаете, что было написано там? Она была за решеткой. И там было написано. И там был большой вопрос. Что Бритни Спирс стала религиозной в тюрьме? Что-то случилось с ней в тюрьме, я так понял. Может быть, она была спасена. Но суть вот в чем. Я не об этом. Но мы просто открывались друг для друга. Это было что-то очень органическое. Дело в том, что мы сказали, так, теперь мы должны открываться. Твоя очередь. Так, Натаниэл, что у тебя там в жизни происходит? Давай, колись. Нет, мы просто ели вместе. И Господь благословил. И потом собак убрали в другую комнату. Я даже ничего не говорил по поводу собак. Они просто сами это сделали. В итоге они закрыли какой-то бассейн. И кто-то там на барабане играл. И я попросил его играть на гитаре внизу. И все изменилось. И с течением времени все становилось более славным. И Господь добавлял новичков к нам. И извините, что я много говорю, но это было что-то важное. Мы стали задавать вопросы. Мы ужинали в течение недели с ядром собрания. И там были работники, студенты, аспиранты. И один из них пришел и сказал... Он работал тогда ученым. И он сказал, я хочу... Меня собираются уволить. И мы сказали, нет. Это что? Да, и мы стали молиться за него отчаянно. Потому что его собирались уволить. И на следующей неделе мы собрались вместе. И он сказал, вы знаете... Я ниже оказался в этом списке. Мы сказали, нет, ты должен вообще с этого списка исчезнуть. И мы стали молиться. Работающие святые, студенты, среднего возраста святые. Мы все молились. Потом на следующей неделе он сказал, вы знаете, мое имя вообще исчезло из этого списка. О! Мы просто... Понимаете? Это был вызов для всех нас. И кто-то сказал, о, вы знаете, моя сестра, вот... Она долго не работает. И... Давайте помолимся. А, эта студентка говорила о своем отце. Извините. Он потерял работу. И еще одна сестра была в нашей группе. А мы можем помолиться за индустрию развлечений. И я попал в нее, и мне нужно выйти оттуда. И она начала вот эту компанию, и она была миллионером, миллион долларов. И она хотела уйти оттуда. Она работала в индустрии развлечений. В итоге она получила работу. И тот брат тоже получил работу. В общем, все, все связано с работой. Мы вот были, как бы... Мы были, как, знаете, отдел кадров для людей в Лос-Анджелесе, в том университете. Если вам нужна работа, приходите к нам, получите работу. Одна сестра пришла ко мне и сказала, о, я слышала, что... Многие люди получают работу через вашу молитву. И вы можете помолиться за сестру в Атланте, чтобы она получила работу? Чтобы она устроилась на работу. И мы стали молиться. А обучающиеся просят нас помолиться за сестру в Атланте. И на следующем собрании обучения она пришла и сказала, о, брат Кент, спасибо за молитву, моя сестра устроилась на работу. Это что-то было невероятное. И я бы сказал вот что. В то время мы не знали, что мы были жизненными. Я не знаю, насколько жизненными мы были, но я знаю, что мы не беспокоились о групповых собраниях. Это не было нашим средоточием. Да, это было славно, потому что там были новички. Но вот ядро собраний, мы заботились друг о друге. Что-то происходило, и Господь благословлял. Я хотел бы сказать вот что. Это мое переживание. Господь любит молитвы смешанных групп. Смешанных групп. Если мы смешаны, Господь любит эти молитвы. Это очень драгоценно. Я бы сказал, даже сейчас здесь в Бостоне, в Кембридже, на наших групповых собраниях что-то происходит. Потому что кто-то может сказать. Ну смотри, десять человек в нашей группе, они вступили в брак друг с другом. Понимаете, они переженились как бы друг с другом. Джозеф Бэг и его жена, они были на одном групповом собрании. Еще одна пара образовалась на одном групповом собрании. Пять пар появилось. Они образовались благодаря вот этому времени в групповых собраниях. И вы знаете, у меня появилось такое осознание. Может быть, это не так. Почему это происходит? Потому что на групповых собраниях друг с другом, когда вы действительно подлинным образом наслаждаетесь Господом, все становятся прекрасными и все влюбляются друг в друга. Какое замечательное место. Но не нужно тогда идти в мир, искать кого-то в групповых собраниях. Там много любви. И все это происходит, понимаете? Естественно. Кен, слишком поздно, слишком поздно. Брат, смени свой электронный адрес, потому что ты получишь много писем. Потому что многим святым нужна работа, а многим молодым людям нужно вступить в брак. А мне нужно тоже где-то пару килограмм сбросить. Так что молись за меня. Но святые, действительно так. Господь просто добавлял к нам новичков. Господь просто добавлял к нам. У нас просто было это. И дело не в том, что мы там... Мы не думали, жизненный мы, приносим ли мы плод. Мы просто наслаждались Господом. Но, простите, еще одну маленькую историю. Один из братьев. Я координировался с ним там, в Лос-Анджелесе. Он служил на полновременной основе. И он уже был готов поступить на юридический факультет и стать юристом. Он сейчас уже юрист. И мы обычно молились, заботились друг о друге. Молились за группу, за разных людей в разное время. И я уезжал часто за город. И он посылал мне сообщение. А он такой пугающий человек. Он такой стоик. У него кудрявые волосы. У него, ну, такой, видимо, внешность такая пугающая. И я не боялся его, потому что мы координировались вместе. И вы знаете, он прислал мне сообщение однажды и сказал, Кен, когда ты возвращаешься домой? Я скучаю по тебе. И все. Я просто подумал. Это так затронуло мое сердце. И у меня не было мысли о том, что он вообще, ну, как-то интересуется. И я вспомнил, брат Ли сказал, Вот, когда вы начинаете скучать друг по другу, это показывает, что вы смешаны. Вы скучаете друг по другу? Это хороший признак того, что есть любовь, есть жизнь, есть плод. Это чудесно. Ну, нам нужно просто стремиться и не опускать руки в этом вопросе. Я извиняюсь за этот длинный ответ. Тревор, пожалуйста, прости меня. Фил, ты можешь объяснить, объяснить, ты сказал, мы не заботились о групповом собрании. Ты можешь объяснить, что что ты имеешь в виду, ты говорил о заботе о групповом собрании или о группе? Ну, это означает, что кажется, что чем больше мы заботились друг о друге, тем больше это влияло на групповое собрание. Мы там звонили друг другу и спрашивали, что принести, воду, пищу какую, что мы будем читать и так далее. Когда я шел посту в городку, мы просто общались об этом. Это не было каким-то делом, какой-то работой для нас. И мы собирались со студентами, и они приводили многих. Ты знаешь, Джош Херман, он приводил многих. Мы были посреди всего этого. И мы 30 минут молились, чтобы пойти в дом к каким-то святым, чтобы провести изучение Библии с десятью студентами. Неделя за неделей мы делали это. Господь любил это. Ему нравилось это. Но главным образом... Я не знаю, как это описать, Тревор. Мы не думали так. О, собрание, собрание. Иногда некоторые из этих братьев, они там пытались рестлингом заниматься, и я просил их остановиться, и они там еще чем-то занимались. И кто-то из них говорил, ну, когда я стану юристом, я тебя отплачу, там, что-то типа того. Они просто приводили друг друга... Было что-то живое там. Это было что-то полное жизни. Иногда я говорил этим братьям. Братья, групповые собрания... Я просто говорил им всем. Не позволяйте им становиться мертвыми. Я... Я... Извините, не Джейк Джейкобсон, а Фил. Фил. Ну, вы знаете, иногда полезно сделать что-то, чтобы выбить всех из формальности. Руки пожмите друг другу и так далее. Кен, мне очень понравился твой пример. Мне понравилось, как вот этот брат, с которым ты координировался, он написал тебе однажды, я скучаю по тебе. Я не знаю, как определить это слово «жизненный». Но я знаю, что... Когда ты жизненный, ты, наверное, знаешь, что это значит. Ну, а когда ты нежизненный, наверное, трудно определить это. Но вот это чувство между тобой и тем братом, это действительно что-то такое жизненное. Если ты действительно жаждешь быть с какими-то людьми, с которыми Господь тебя смешал, я думаю, братья, это что-то жизненное, да? Вам нужно быть с ними. Вам нужно открываться им. И вам нужно молиться за них, да? Не из чувства долга, не для того, чтобы там галочку поставить в графе, сколько десятилетий мы подходили к этому именно так. И поэтому не было плода. И все было пустым. Но когда мы действительно соединяемся с людьми на таком уровне, и нужно молиться с ними, потому что это серьезно. И затем вы молитесь за работу, вы молитесь за еще что-то. И вот такие молитвы получают ответы в такой атмосфере. И тогда у этой малой группы появляется бремя о спасении этого человека, того человека. Теперь в этой молитве появляется вера. Именно так Господь отвечает на молитву этой группы. И дело не в том, что там люди устраиваются на работу и так далее. И этот человек, за которого вы молитесь, вы спасете его? Мы не должны презирать эти мелкие моменты, эти небольшие переживания. Это признаки того, что мы начинаем касаться того, что абсолютно и подлинным образом живого. Это не что-то формальное. Это не что-то согласно какому-то списку. Господь, спаси нас от этих списков. И я вот, честно говоря, думал, о, жизненный я или не жизненный. Наверное, я вот сейчас оглядываюсь назад и думаю, наверное, я был немножко жизненным. Но у меня не было мысли о себе. А я жизненный? У нас группа жизненная или не жизненная? Мы просто наслаждались Господом и друг другом. И что происходит? Можно я задам небольшой вопрос? Это связано с общением, которое у нас было вчера. Фразы есть, которые вы используете. Я не знаю, Кеннета или Фин сказал, но мне понравилась эта фраза. Вот она. В конце недели, когда мы собираемся вместе как группа, мы пожинаем то, что мы сеяли на этой неделе. И это было сказано в контексте. Причина, по которой групповое собрание было успешным, заключается в том, что была группа, которая собиралась в другое время на неделе и общалась. И мне хотелось бы узнать по их желанию. В течение недели, когда вы собирались, когда вы сеяли что-то в жизнь друг друга, когда вы собирались вместе, причина, по которой ваше групповое собрание было таким сладостным, состоит в том, что у вас была такая атмосфера семьи, вы любили друг друга и так далее, да? Пытаюсь понять, как мне начать. Да, ну вы проводите пару часов вместе. Некоторые люди собираются четыре часа, но я не могу этого делать. У вас немного времени, поэтому иногда вы начинаете беспокоиться. Вы пытаетесь два часа проводить, удовлетворяя разные нужды. Я был на собрании в церкви в Афинах, когда я там был. И там было много людей, которые любили петь, и мы пели все время. Это было чудесно, и все наслаждались. Но я думал, я бы хотел прочитать пару святых и пообщаться. У меня просто была другая нужда. Но суть вот в чем. Есть целый спектр святых. Молодые, старые, зрелые, незрелые. И не будет такого времени, когда все получат удовлетворение в течение какого-то времени. Потому что у всех разные нужды. Кто-то может собираться надолго, кто-то хочет играть на гитаре, кто-то мороженое есть и так далее. И в конце я это выяснил. Причина, по которой люди разочаровываются, потому что люди разочаровывались на том собрании. Вы ожидаете, что это решит больше проблем, чем вы ожидаете. Два часа. И мы усвоили. Конечно, в служении это всегда было. Вы должны наполнить свою жизнь своей группой. Есть такая знаменитая фраза, «Группы — это 80% нашей жизни». Но там не говорится, «Групповые собрания должны занимать 80% церковной жизни». Там говорится, «Группы». В моем случае это было так. Там были некоторые братья в той группе. И я стал инвестировать гораздо больше в них. Я стал молиться с ними, или обедать с ними, проводить время с ними, молиться о личных вещах. Я не открывался даже всей группе. И моя жена участвовала со студентами в той группе. С некоторыми упражнениями физическими занимались три раза в неделю. Читали Библию. И у нас появлялись такие микро-жизненные встречи. Ну, такие взаимодействия. И Господь был средоточен. И затем вы открываете для себя. Хорошо. Когда пятница вечера наступает. Нам уже все равно, как это проходит. Нам это не нужно. Ну, не поймите меня неправильно. Я не имею в виду, что нам это не нужно. Нам это нужно, но мы уже не ищем удовлетворения. Мы просто празднуем то, чем мы уже являемся. То, что мы уже построили. Если бы это мы все время пели, мне было бы все равно в каком-то смысле. Я не получаю из этого общения. Это не единственный источник моего общения. Понимаете? Часто мы собирались вместе. И мои дети играли в бейсбол. И мы просто пошли как-то на игру. Игру бейсбольную. Чтобы отпраздновать их игру. Но если бы эта группа вся пошла на эту игру бейсбольную, и это было бы все, что мы сделали бы, это было бы не очень хорошо. Но я просто повторяю то, что уже было сказано. Если вы собираетесь вместе, и вы спрашиваете у людей, как прошла ваша неделя, то это говорит много о вашей группе. Вы не знаете. Вы просто раз в неделю спрашиваете у них. Господь или Бог благословил ваше собрание сегодня вечером. Но если вы помимо этого собрания больше не общаетесь с этими людьми, и не знаете, что происходит в их жизни, это показывает много. И я просто изобличаю себя. Это вот тот ответ, который ты искал? Я, кажется, упоминал это вчера. Да, я думаю, что мне просто понравилась вот эта аналогия, которую ты использовал в отношении сени и жатвы. Мне показалось это чем-то очень практичным в отношении успешности или в отношении того, что мы делаем за пределами группы в течение недели с другими членами и так далее. Я не знаю. Брат Крис, у тебя есть что-то еще на эту тему? Я понимаю, что ты много вникал в это. Да, очень многие святые серьезно стремятся к действительности жизненной группы на разных континентах. И я на том этапе, я думаю, что я был на нем раньше, но я на этапе, когда... Я не могу точно сказать, что это, но я знаю, что это существует. Я знаю, что, может быть, мы все до определенной степени вошли в это, но, может быть, не в той степени, в которой Кен и другие в Южной Калифорнии вошли в это. У нас были подобные переживания. Есть что-то в этом очень и очень привлекательное. Я думаю, что это привлекательно, потому что это важно для Господа. И Дух хочет ввести нас во всю действительность. И Господь Дух, мы должны говорить, вот я, введи меня в эту действительность. Я хочу войти в нее. Я хочу быть в действительности, а не в формальности. Потому что я убежден, что формальность ни к чему не приводит, но действительность произведет, я полагаю, конец этого века. Вот я на этом этапе. Я вернусь и расскажу вам, если у меня появится больше подробностей. Братья, я думаю, что нам нужно заканчивать. Если у кого-то из вас есть что-то еще на эту тему? Нет, мы должны заканчивать, потому что мы обещали два часа, и мы уже подходим к этому рубежу. А ты же сказал, что спустя два часа все, вы должны исчезнуть. Ну, как-то так. Натанил, я могу добавить немного? И я хотел бы вернуться к тому, что Тревор сказал в самом начале. Я хотел бы подчеркнуть. Для святых, которые смотрят это, чтобы им было ясно. На самом деле это не учение, это не какое-то определение истины, это не какое-то сообщение. Это просто время для общения, для взаимного пастырства. Я надеюсь, что никто не запутался. Мы здесь не сообщение делаем, мы не даем определение истине. Мы просто делимся своими переживаниями, которые помогают людям. И главное, мы хотим пасти других. Но я рад, Тревор, что вы... Что ты сказал об этом? Да, это все немножко такое расслабленное, но я не хочу, чтобы вы запутались. У нас есть богатство, но нам нужно также научиться пасти друг друга. Я чувствую, что я получил пастырство сегодня. Спасибо, братья. Спасибо, братья. Аминь. Увидимся. Благодать всем вам.